Всем доброго времени суток, с вами Салнет Машика и наконец-то сфера эксплуатации нам доступна для её изничтожения и давайте же посмотрим как нам собственно её обработать, пошагово. Во-первых, вам необходимо будет добраться до входа в палубу 12, там где была закрытая дверь с шифром, при этом шифр вводить не нужно, он автоматически уже активировался, дверь сама открывается. После входа идёте по тоннелю и этот тоннель является буферной зоной, игра ожидает пока все члены отряда зайдут туда и потом выгружается долина и загружается палуба 12. После загрузки палубы дверь в конце туннеля откроется и вы сможете проникнуть в данную палубу. Далее вам необходимо будет проникнуть туда дальше, чем-то палуба похожа на фортуну и необходимо будет включить там специальную машину, находится она рядом с вентиляцией, где в фортуне если бы находились дети труп. Однако тратится один заряд разбавленной термией, поэтому учтите. Далее появляется сфера эксплуатации, после её полного появления стреляйте в подсвечивающиеся камни у неё возле лап и та свалится вниз. Дальше необходимо будет уничтожить один из клапанов на её боках, после введения строя данного клапана, всё равно какого, остальные заморозятся и будут неизвимыми для огня. Для разморозки данных клапанов и их уничтожения вам необходимо будет достать цистерну с термией. Терминал из термии при этом находится в местах, где вы бы могли встретить торговца фортуны, поэтому смотрите немного местность. После подбора цистерны данные цистерны будут новые появляться, прогресс появления следующей цистерны будет сад уже введен на терминале. Бросать вам необходимо будет цистерну, при нём оттуда в клапан, на кнопку альтернативной атаки, например на колёсико, и нужно бросить около 4 канистр на 1 клапан, поэтому бросайте точно, потому что у меня с этим были некоторые проблемы. После уничтожения всех 4 клапанов сфера при этом сбежит, и вам надо будет выбраться наружу, обратным путём через пещеру, таким образом палбы 12 выгрузится и долина загрузится. После того, как вы выберетесь наружу, на интерфейсе появится новый элемент, который будет отображать на игре в сфере, и нужно вам будет заполнить данную шкалу для возможности добить сферу. Советы по поводу того, что необходимо делать, это следующее. Не подпускайте охлаждающих ракноидов к сфере. Они её будут охлаждать, причём очень быстро, сводя весь ваш прогресс на нет. Также сама сфера может себя охлаждать, совершая удары с собой же по земле, но из-за этого будут открываться разрывы термии. Что вам необходимо будет делать, это брать охладители с ракноидов, запечатывать разломы для получения термии, и накопите хотя бы несколько цистернов, а не такие же, как которые вы бросали, размораживая непонятные эти клапаны. И бросайте все канистры в неё, которые у вас есть, после того, как сфера закончит бить с собой о землю. Когда же шкала заполнится, вам необходимо напрягнуть на сферу. Появится короткая катсцена, где вы оторваете часть сферы, оставляя определённую часть уязвимой. Вам необходимо будет страдать в образовавшиеся отверстия, пока сфера опять не станет неизвимой. Далее необходимо будет повторить данный процесс ещё два раза, и сфера умрёт, выбросив лут и взорвавшись. И на этом вы победили сферу эксплуатации, с чем я вас, собственно, могу и поздравить. По поводу того, можно ли против соло, да, это можно против соло, в первый раз я прошёл в Солянова, но при этом потратил довольно большой промежуток времени, хотя я первый раз узнала, как что работает, но около 40 минут это меня задело. Поэтому рекомендую всё-таки эти в отряде, особенно ко второй фазе, когда необходимо отбиваться от множества охлаждающих ракноидов. По поводу того, что брать на данную миссию, особо жёстких критериев нету, потому что много урона на эту сферку не требуется, за счёт того, что много имеется таких странных небольших механик. Поэтому я бы взял, в первую очередь, то, что будет жить именно довольно хорошо. Неожиданно себя, кстати, Хильдри неплохо показала на всей сферке со сверху эксплуатации. Но я ставлю выбор за вами. По поводу того, что же падает, так падает с данной сферой целая куча непонятных ресурсов, которые можно найти тут и там. И по поводу полноценных наград, это чертёж Хильдри Нероптика, чертёж Хильдри Нероптика, чертёж Хильдри Нероптика, второй этлазелит, модель сферы эксплуатации и чертёж эфемера шокирующая посты. Данный перечень указан, собственно, на сайте Варфа, ну и из кодекса почему-то данные о дропе убрали. Но что поделать. Идосим это всё касательно сферы эксплуатации, схватки и так далее. Разрабы сказали, что постараются как-то завозить термию приблизительно так же, как Бара появляется. Поэтому вроде как пополнить запасы термии мы сможем более-менее регулярно. Но я предполагаю, что схватка со сферой эксплуатации может быть останется навсегда. Только суть в том, что необходимо будет как-то постоянно добывать термию. Но посмотрим со временем, что у нас и как прояснится. Но пока что у меня для вас на этом всё. Пишите, как у вас прогресс по поводу одоления вашей первой сверки, что вам выпало и так далее. Но от меня уже пока что точно всё. Поэтому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok